Привет, друзья! Сегодня я вам хотела рассказать про чайный гриб, который перестоял. Дело в том, что я зимой делаю небольшое количество гриба. Ну, вот видите, здесь у меня совсем немного. И я хотела его уже сливать, но мне написали личное сообщение и спросили, что делать, если гриб перестоял. И я тогда не стала его сливать, оставила вот его еще на две недели. И теперь хочу уже снять видео, чтобы ответить не только тому человеку, но и другим, у которых тоже появится такой же вопрос. Вот это все постояло. Здесь уже вырос новый чайный гриб. Жидкости здесь немного. Что я могу сделать с этим напитком? Так как он кислый, вы можете просто его вылить. Но я предлагаю совершенно другой вариант. Нам сейчас можно будет его слить. Я солью для того, чтобы мне посмотреть, сколько у меня здесь... Вот оставлю немножко для новой закваски. Вы же знаете, да, какой-то процент должен быть оставаться. Вот я оставила, может быть, даже еще. И посмотрю, сколько здесь. Здесь 200 миллилитров. Что я предлагаю сделать с этим напитком? Я предлагаю сделать из него уксус. Очень мало людей, которые делают из чайного гриба уксус, потому что он кислый, он невкусный, считают, что он пропал, и все, выливают его. Но на самом деле это прекрасный будет уксус. И для чего его использовать, я вам сейчас расскажу. Эту банку я сейчас уберу. Для уксуса я подготовлю другую банку. То есть вот такой пустой банк. И я должна вспомнить, сколько я положила сюда сахара. Обычно на 1 литр кладут 3 столовых ложки. Это 60 граммов сахара. То есть, если это вот сейчас, это будет приблизительно 3% уксус получится. То есть вот он сейчас еще не уксус, но он уже кислый. И он уже очень много уксусных бактерий. Если здесь 200 миллилитров, то в таком случае мне надо будет повысить его до 5. Я бы хотела 5% уксус. И мне придется его добавить сюда сахара. Но сначала я не буду добавлять, а я расскажу, что же делать с этим напитком. Этот перестоявший чайный гриб вы можете точно так же использовать, не делая из него уксус. Потому что здесь уже есть уксусные бактерии. Здесь есть все полезные вещества, которые получаем от чайного именно гриба. И первое, на что вы могли бы это использовать, прям вот эту жидкость. Для маринования и всевозможных заправок. То есть, если вы делаете, например, салаты или делаете какие-то маринады, то вы можете просто пользоваться этим раствором. Прям вот берете и маринуете. Если вы маринуете мясо, например, и свинину, и говядину, и баранину. Вы даже в рыбу можете добавлять, мариновать ее. Также подойдет и птица, и индейка. То же самое. То есть, вы можете как кислоту использовать этот раствор, ничего с ним не делая. Вы можете использовать его для домашних соусов или домашней горчицы. Вот когда вы делаете домашнюю горчицу туда, иногда добавляют уксус для того, чтобы была кислинка. Вот, пожалуйста, уже готовый напиток. Я не знаю, почему так мало используют и мало говорят об этом, но это действительно хороший подкислитель для всех этих блюд. И иногда еще делают некоторые напитки, в которые тоже требуется подкислитель. Например, нужно добавить лимон или, может быть, даже домашний уксус. Так вот, для таких же напитков можно использовать этот чайный гриб. Но как мы можем теперь, то есть, вот это мы разобрались, как мы можем использовать чистый чайный гриб. Единственное, что, конечно, его надо сейчас оставить еще хотя бы на две недели. И пусть оставшиеся сахара перебродят, ну, то есть, доиграют. Вы можете уже в течение этих двух недель, в принципе, пользоваться. Но если вы хотите получить уксус, тогда вы берете просто, закрываете и оставляете. У вас здесь получится примерно трехпроцентный уксус. Если бы было больше, но здесь совсем мало, поэтому я могу, в принципе, не увеличивать количество кислоты. Но если бы у меня была побольше бутылочка, то, значит, там, вот, ну, два литра там осталось, или полтора литра у вас осталось. Такое бывает, там, вы уехали, вы не слили, вы не хотите пить, по какой-то причине это осталось. Тогда вам нужно будет увеличить долю сахара для того, чтобы повысить кислоту здесь. Если здесь трехпроцентный раствор кислоты, то, повышая его на 5%, вам нужно будет добавить на каждый процент одну столовую ложку сахара, то есть 20 граммов. Вот здесь вот 20 граммов. Вот такая ложка – это 20 граммов. Значит, на литр вы можете добавить одну или две столовые ложки сахара для того, чтобы увеличить здесь кислоту. И теперь вам останется подписать это, наклеить здесь этикеточку и оставить его вот на две недели. Попробуйте сделать такой уксус, потому что я читала очень много зарубежных статей, и там действительно это используют. Я не знаю, почему у нас это не используют. Так что давайте будем пользоваться мы, потому что очень хорошие маринады получаются из этого уксуса, который будет. И вообще из чайного гриба прекрасные маринады будут. И я вам хотела еще показать вот эту банку. Я уже говорила о том, что я делаю немного, а вот в этой банке – это гостиница. Я в каком-то видео, если я найду, а в каком именно видео я рассказывала, о том, что эти все чайные грибы можно складывать и хранить их вот в такой гостинице. Я не знаю, почему гостиница, но за рубежом называется гостиница. И очень много статей написано о том, как применять эти чайные грибы. То есть их используют. Об этом я сниму видео. Напишите мне в комментариях, нужна ли вам такая информация, интересна ли она. Потому что вы же сами понимаете, грибы нарастают, их становится много. Потом вы их отдаете кому-то, друзьям, гостям, соседям. Но и все равно они растут, размножаются, увеличиваются. И что с ними делать, вот об этом я могу записать еще одно видео. Так что вот сегодня такая у меня информация. Сделайте, подпишите, оставьте, используйте. И вы посмотрите, насколько это будет прекрасное ваше блюдо. Встретимся в следующем видео, и я вам расскажу о чайных грибах, как их готовить и что с ними делать.